В гостях у школы 22 Михаил Диктованный. Параспортсмен, чемпион мира по стрельбе из лука. Сегодня он проводит урок доброты. Формат вопрос-ответ. Михаил Диктованный сам его выбрал для подобных встреч. А их уже было более 30 по всему Подмосковью. Интерес у школьников особенный. Ведь не каждый день видишь чемпиона мира, который, к тому же, на все вопросы отвечает с поразительной искренностью. Самое сложное все равно вопрос, как я стал инвалидом. Потому что это воспоминания, это эмоции. И мне вначале, я помню, я даже краснел, там, бледнел. А к ребенку как обмануть? Мы же проводим это еще с целью техники безопасности, чтобы их, наоборот, оградить, чтобы они понимали, что не надо лезть под станции, не надо кататься между вагонами электричек, что это может привести к травме, которая расстроит их и родителей, и очень осложнит жизнь. Поэтому это самый сложный вопрос, но он очень важный. Конечно же, это не единственная цель таких уроков доброты. Михаил Диктованный рассказывает о спорте, своих достижениях, карьерном пути и сложных моментах в судьбе. Бонус – иллюстрация, настоящая спортивная стрела и чемпионские медали, которые каждый учащийся может подержать в руках. Спортсмен считает, что на собственном примере надо показывать, что человек с инвалидностью может дать обществу. Центр развития волонтерства реализует проект уроки добра в Орехово-Зуево уже 4 года. И сегодня мы очень рады, что к нам в гости в наш городской округ Орехово-Зуево приехал такой прекрасный человек, как Михаил Викторович Диктованный. Мы надеемся, что благодаря нашим дальнейшим контактам с такими активными и позитивными людьми с инвалидностью мы сможем доносить до общественности, до молодежи, до детей ту мысль, что все люди равные, все люди разные, но при этом все могут достигать успеха в спорте, в творчестве, в науке, в профессии. Около часа встречи задано более десятка вопросов, на все нашлись ответы. Несмотря на столь юный возраст, каждый школьник сделал для себя выводы. Без разрешения родителей нельзя выходить из дома, выскакивать на дорогу. Человек без рук, без ног, он ничем от остальных людей не отличается, он может быть даже лучше. Мне мероприятие понравилось, я поняла то, что если у тебя какие-то недостатки, ты не должен останавливаться и должен идти вперед. Основные задачи урока доброты достигнуты. Это мероприятие не последнее. Проект продолжит работать в Орехово-Зуеве и дарить детям и подросткам не только познавательные уроки, а другой взгляд на жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья.